Друзья, приветствуем вас в SkyBit. Сегодня делюсь идеей про свободную игру. Как ни крути, всё равно человек чаще всего берёт ханг, и ему подобное, я всегда это уточнение делаю, потому что не только ханг, язычковые барабаны туда же относятся. Для того, чтобы чаще всего как-то самовыражаться, расслабляться, ну и играть как бы не сильно напрягаясь, чаще всего. Хотя, ещё раз такая заметочка, пока я не начала про свободную полностью, никогда не ленитесь учиться, прям реально вкладывать свои силы и время в новые навыки, потому что это даст плоды вам, в том числе в вашей свободной игре. Так вот, что, несколько опор для того, чтобы играть свободно. Не бывает, или просто я ещё в жизни ни разу не встречала так, чтобы человек просто взял из чистого листа, там, начал как боженька играть, прям импровизировать, не запинаться и вот прям супер-супер себя чувствовать. Если у него был какой-то опыт с другими инструментами, да, он может взять хендпан и сразу там очень красиво, достаточно красиво играть. Но в реальности для того, чтобы хоть как-то импровизировать, нужно, чтобы у вас были хоть какие-то навыки. И я хотела сказать про одну опору. Последние, мне кажется, очень много просто учеников сейчас у меня идёт, с которыми мы эту тему проходим, и мне хочется ей поделиться вот в таком общем формате. Одна из опор, которая помогает играть свободно, и она очень классно смотрится вот. Во многих видео, которые вы любите, что-то такое используется. Это опора на стереотип, назовём это так. Один из самых лёгких стереотипов игры на ханге, это когда у вас одна рука, допустим, ведущая правая, опускается в... ну как бы в две ноты, назовём это так, не буду заумничать. Просто вы берёте какой-то, например, один-ка-единицу. Всё, это становится вашим таким... листом. А дальше это можно развивать несколькими способами. Первый способ, чтобы сразу вот этот динг-один не замылить навсегда, вы можете сначала как бы не дополнительную партию другой рукой добавлять, а немножечко там я как бы сейчас пляшу от структуры динг что то, динг что то это такое как вступление немножечко расслабиться но это любой человек сделает кто уже умеет бить вот так вы поиграли а потом возникает центровая тема рука идет автоматически автоматически это значит что вы можете так делать вот допустим параллельно разговаривать гладить собаку кошку там ну то есть вас нереально сбить вот в этом процессе и при этом он у вас сознанием как бы уже не отслеживается вот это автомат над этим возможно надо будет поработать потому что когда это отработается вы можете думать только о следующей руке и вести любую мелодию типа допустим я хочу рисунок та-та-та-та-та-та-та-та я только ему и думаю сейчас у меня голова та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та выходит прикольно То есть как это объяснить? У меня в голове могут вообще не конкретно там какие-то строгие ритмы идти, а вот такие трататушки там. Я не буду один и тот же рисунок ритмически играть. Я где-то сделаю та-та-та-та-та-та-та, а где-то, допустим, та-та-та. Но это способен, как сказать, разум любого человека воспринять. Потому что, мне кажется, даже если вы не играли на музыкальных инструментах, но вы так или иначе там что-то когда-то где-то пели, слушаете музыку, и вы можете просто продумать какой-то план. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И этого уже достаточно, чтобы вот так вот как бы козырять. А если вы еще научитесь эту структуру, допустим, перекладывать не все время один к один, а где-то просто на нотах, перемещать эту операцию в другую руку, сейчас, то уже будет полноценно более. Сейчас попробую и так, и так поиграть. Потом центровая. Все, выглядит как будто вы там какой-то профессионал, а на самом деле вот по факту автоматизация вот этого, такого же в левой, некоторое продумывание вот этих шагов, гармония, допустим, по этим ноткам, по этим, по этим, в центровую по этим с басом. И какая-то идея вот в свободной руке. Все. И это выглядит прям мелодично, классно, здорово. Людей обычно впечатляет. У меня, мне кажется, вообще часть композиции, которую я на концерте играю, в концертах, она так и построена, потому что очень многое я сочиняла супер давно, но оно так классно звучит, что грех в концерт не включить. Там вот то же самое, только с ноткой слэп. Вот. У меня прям некоторые композиции так и строятся. До сих пор используют. Вот. Пробуйте опираться на структуру, чтобы освободить место для второй мысли, для ведения второй линии. В этом видео это вышло вот так вот, как будто мы про это говорим. Но вообще, если обобщить, я хотела сказать, что просто. Если у вас есть какая-то автоматизированная идея, будь то просто структура вот такая, или ритм, в котором вы можете плавать, не отвлекаясь. Всё. Вы как бы на него теперь не обращаете внимания, можете его спокойно наполнять. Но до тех пор, пока это не автоматизировано, вам как бы нечего наполнять. Поэтому и возникают очень часто вопросы, а что-то как-то я в тупике, а что играть. Расширьте базу автоматизированных структур и вопросов, что играть, будет меньше. Потому что пространство для идей освобождается и расширяется. Так что новых вам идей, нового пространства всегда творите и не останавливайтесь.